Привет, дружище, меня зовут Шамбу, и мы отправляемся в лагерь варваров разоблачать Вильдена в игре Ice and Dale. В прошлой серии мы посещали горы или ледник мрачной льды, и там провидица нам отдала зеркало, из которого, в принципе, соорудили амулет. В это зеркало, если посмотришь, то увидишь свою сущность, кем ты являешься на самом деле. Так вот, нужно дать его Вильдену, и он тогда увидит, кто он есть на самом деле, и что-то произойдет. Так, что у нас по снаряжению между тем. Кроме того, эту серию я записываю в четвертый раз. Если она сейчас адекватно не запишется, я буду несказанно поражен, расстроен, и выложу в загрузку один из вариантов более-менее приемлемый. Возможно, вы даже этого диалога не услышите. Так вот, отправляемся к Вильдену в лагерь варваров. Так, они на меня здесь нападут или нет? Говорил так я четыре раза назад. Поехали. Нас здесь встречает варвар по имени Айнгар. В прошлый раз он нас выставил отсюда, но точнее хотел убить, но мы его уговорили о том, что все-таки мы посланники Темпуса должны выполнять какую-то важную миссию, поэтому он просто так отпустил и сказал, не возвращайся больше сюда никогда. Давайте поговорим. Почему вы снова пришли сюда, чужеземцы? Я не позволю вам войти. Уходи. Я хочу видеть Вильдена. По какому праву? Ты не в нашей крови. Я прошла испытание Темпуса и доказала, что мне предназначены великие дела. Пришло время свершить мое предназначение. Да, возможно, настало время. Да, продолжит Темпус благоволить вам. Идемте, я отведу вас к Вильдену. Хорошо. Почему вы здесь, чужеземцы? В этот раз я не вижу шамана, за чьей спиной вы могли бы спрятаться. Я встречал с провидицей из ледяных пещер, она послала меня к тебе. Ясно. Значит, одного шамана, который прикрывал вас, вы потеряли и теперь нашли другого? Так все-таки зачем она послала тебя ко мне? А чтобы принести тебе подарок, Вильден? Зеркало изо льда. Подарить мне зеркало? Вы рассмешили меня, чужеземцы. Ни я, ни мои люди не пользуются такими вещами. Это игрушка вашего народа, услада для тщеславных и дураков и женщин. С чего она взяла дарить мне такую штуку? Нет, я думаю, это скорее очередной чужеземный фокус, предназначенный, чтобы убить меня. Надеешься преуспеть там, где твоего предшественника постигла неудача? Ты говоришь, что я прячусь за шаманом и в то же время сам прячешься за покровом слов. Чего же ты боишься? Я Вильден, вгласовленный и направляемый духом Джерада. Я ничего не боюсь чужеземцев. А ну, ты так говоришь и все же боишься взглянуть в самое обычное зеркало. Я вот же могу взглянуть в него без страха, видишь? И что же ты там видишь? Что за истина открылась тебе? Я вижу женщину, которая принимает себя такой, как она есть, доброй, злой ли, ту, кто не боится видеть правду в собственном отражении. Интересно, что же увидеть там могущественно Вильден? Действительно интересно. Вильден увидит правду в собственном отражении чужеземцы. Он увидит короля, восставшего из мертвых, образование великой нации и триумф его народа, который сотрет 10 городов с лица Фейруна. Давай свое зеркало. Узри короля среди людей. Взгляни в клуб Вильден. Докажи нам, что твои слова истины. Ха! Ваше зеркало ничего из себя не представляет, как я и ожидал. Простая игрушка. Что? Нет! 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 Не может быть! И вот здесь встречается первая проблема. Как видите, в дальнейшем диалог никак не развивается. При первой записи я сворачивал игру и потом у меня появилась кнопка продолжить. Но запись дальше уже игры не велась. Это было расстройство. Эта проблема легко преодолевается тем, что опускаем мышь вниз и сами себе рисуем эту кнопку. Я не знаю почему, но как-то так отображается. Возможно, в версии, которая у меня установлена бака, возможно, так и в других версиях. Но это, если у вас встречалась такая проблема, вы можете так ее исправить или уже исправить. Далее продолжить. Что я наделала? Это мерзкое тело оскверняет величие моей сущности! Довольно! Уберите свое зеркало! Величие твоей сущности? Что? Вы разоблачили Вильдена и обнаружили королеву драконов Касарахт. Круппа получила 126 тысяч опыта. Я не знаю, какой голос у королеву драконов должен быть. Провидица. Ах, как мучительно это видеть, не так ли? Мне хорошо знакома такая боль. И самое мучительное видеть себя в истинном обличии. Посмотри в зеркало создания, что стало Вильденом. Возри истину! Возри себя! Что о боли знаешь ты, карга? Я держала север в моих когтях. Расправив крылья, затенял весь мир. Я была богиней! Один мужчина! Он забрал все это у меня! Мою жизнь! Моя любовь! Все, чем я была! Ай, Ханен! Проклинаю тебя и весь твой род! Еще вижу день, когда истреблю всех людей! И начну с себя, старая карга! Подожди, Вильден, но с... Так, иду, дракона вылетел из Вильдена. Взакончено! Постарайся не шевелиться, Провидица. Рана велика, но мы сможем спасти тебя? Нет, рана от времени. Исцелить ее нельзя. Смерть... Смерть уже стоит надо мной. А ты храбро поступила, придя сюда, Провидица. Не думала, что ты преодолеешь свой страх и поможешь нам справиться с Вильденом? Я поняла, что страх... Страх смерти легко преодолеть. Но я не позволю надеждам моего и твоего народа погибнуть из-за страха старой женщины. Смерть приходит ко всем. А я... Я могу ее видеть. И теперь готова ее принять. Прощай, Провидица. Так, что это происходит? Воин племени ЗМИ, а что? Так, воин племени Лося. Воин племени Медведя. А получается, вот эти воины из племени СМИ, они посчитали, что мы убили Вильдена? Или они просто изначально знали, кто он, и ему как бы служили? Так, во-первых, магичка читает зеркальные образы, чтобы защититься. А в остальном, ну, я думаю, мы справимся без каких-либо проблем здесь. А круг столько... А круг тем более столько варваров, они нам помогут. Давайте просто разберемся побыстрее. Даже мне порой не хочется сейчас разбираться, потому что... Как будет это закончиться, я скажу почему. Пусть они сами подерутся, как и быть. Да-да, бейте вы уже его, наконец. Так вот, вторая ошибка в записи была в том, что во время такого боя я также скомандовал моей группе атаковать воинов племени ЗМИ. Все проходило хорошо, но вдруг кто-то из племени, то ли медведя, то ли лося, меня начал атаковать. И, соответственно, абсолютно все представители племен стали мне враждебными. И, соответственно, моя миссия на этом закончилась. Да ладно, посмотрим, что за плащ тут был. Плащ, сотканный из волос. Это ж сколько волос нужно. Давайте опознаем. Опознается только с помощью заклинания. Это плащ девственец. Поначалу это деяние кажется изношенным. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что выбившиеся нити – это человеческие волосы, из которых соткан плащ. В сумерках он дрожит и колышется. Волосяные нити расплетаются и вновь сплетаются друг с другом, как будто плащ постоянно трепещет на легком ветру. Этот плащ соткан из волос девственниц, которые их отправляли на погребальный остров сопровождать своих мертвых повелитель варваров по смерти. Когда-то обязанностью провидеться было утешать этих женщин и смягчать их боль. Для этого она брала у каждой прядь волос и вплетала ее в плащ, отгонявших, одев воздухов страха, укреплявших их сердца. Ныне этот плащ тяжел от чувства вины и почти не защищает от северного холода. При надевании плаща волосы обвиваются вокруг тела владельца, а длинные пряди переплетаются, как нити на тказском станке. Одеяние неохотно расстается с хозяином, его невозможно снять без заклинания с нити проклятия. Добавка к классу защиты 4 против дробящего, колющего, метательного оружия, против рубающего плюс 2. Также обладатель получает иммунитет ко всем эффектам страха, эмоции уныния, символы отчаяния. Обладатель плаща может читать страх, точнее плащ страха раз в день. Используют только эльфы, полуэльфы и люди. Этот плащ, мне кажется, идеально подходит к жрице, то есть ее нельзя никак будет эффект страха, эмоций никак не провернуть. И соответственно, у нас есть возможность усилий, чтобы у нас не станет, а у нас не станет, а у нас не станет, а у нас не станет. Используюсь так, что я буду делать, а у нас не станет. Здоровье! У нас поднялся с сегодняшним продовольцем запрещено Тем не менее, что тем более не стоит относиться в отчаянии также отчаяк нам большую пружину и скорее всего на компанию будет задето с сегодняшним с сегодняшним с сегодняшним с сегодняшним кратко обращаем больше 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 поэтому здесь мощный локтам для себя покажут мощный маленький с новой в с с в с с с в с с и Временный трон изготовлен на флаге. Опять неоподлинное существование флаги. Вот это черепаха. Это габелин изображает черепаху. Это птица. Габелин изображает какое-то тело. Это существо в одном месте. Это змея. Это изображает змею. Это габелин. Это габелин изображает какое-то крылатое существо. Возможно, птица. Здесь куча оружия. Куча мусора. Пустые ящики. Давайте убираться на оружие. Смотрим, что здесь происходит. Здесь, как вы висели, напоминаю. Габелин изображает змея. Змея. Габелин изображает змея. Утру мягкая. Повторим в противостое. Утру мягкая. Утру мягкая. Мягкая. Понятно, как нужно. Нужно ударить кушать. Утру мягкую силу. Не знаю, как это случилось. Разigt, но я не хочу это повторять. Либо все же. Они раскрываются. Но мы используем. Сильно видишь. вот здесь вот стоит он говорит, он ответил, что был богиней есть такое слово, что жил, что я делал на острове во время великого света он пострадал белому змею и шоколочку я не считаю, что это было не так это звучало, что это легенды в полноценном виде сарах в океарх всех свежих землях отказываются, что она погибла и великого поколения назад на озере как девушка, отрубивающая же земля независимый землях но он начал приносить земли на шоколочку и что-то случилось что-то ночью в доме поверил в возвращение, когда они приносят ее звезды на зону, на монстры, на зерк а не только на технику приносят свою звезду заставляют кому-то мрать а просто не существование аппарат не такой метр а вот здесь вот а ты будешь и увезли нас готовить а ты не знал, что с радостью справедлив тебя управлять думаю, пришло время наконец-то избавиться и рассудить тебя и мы сейчас на полном и мы сейчас на полном списали в тебе вот эту зеркалку а тут спрашивают и мы и опять вынимаем и мы и мы и 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 это обычного вида броня ничем не выдаю тут я выберу а и 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 тренировались может сражались между собой отачивали военные навыки какие-нибудь турниры устраивали кто из них сильнейший варвар защиты я думаю защита поезда сеть не может потому что у нас есть другие на поэтому на правду клепанная кожа зелья так не опознать за молот плюс 2 от электричества плюс один на продажу кольчуга какая кольчуга клёпанный доспех плюс 2 А в этой тусклой освещённой посадке спит много лошадок. Но я уже вышел к выходу. Ударчик сопутствовала вам, трусья. Нечистый дух оставил тело в земле. Это Ахилрад, шаман. Вернулся в свой лагерь. Однако, полюс лазер по душествию не закончено. Это не добрая, но великое змея. Поля боя. Нечего-то наверняка вынесывает планы усасанной меди. Боюсь, пока мы не отыщем её и не уничтожим её окончательно, угроза её возвращения будет нависать на нашим народам, подобно туче. Я прошу вас, вновь поднять оружие против этого древнего зла, чтобы ты и твой народ и мы могли бы наконец-то жить в мире. Мы бы хотели помочь, но ты сам сказал да избежал. Откуда нам знать куда? Всего два дня назад я узнал об этом. Фильтен приказал снарядить корабль и отправить два десятка девственниц за остров Моги Альцбергов. Это то, что был когда-то с училищем, где старшее племя финансирует эту величину духу-покровителю, великому змею. Старшее племя давным-давно вымерло, а вместе с ним умерла и традиция приносить девственниц в церкву великому змею. Я полагаю, что этот дух, который мы сегодня изгнали, и есть дух великого змея, и именно поэтому Фильтен приказал провести такое церковь принесения. А так ты думаешь, что дух мог убежать на этот остров? Да. Коза был готов отвезти вас туда, воины. Войны из племени Серого Кита, наши западные братья-малоправители, готовы указать вам путь. А на самом деле мы ещё не готовы к этой задаче. Я вас понимаю. К такой задаче не стоит относиться легкомысленно. Собирайтесь не торопясь. Позвращайтесь, когда будете готовы. И я отведу вас на корабль. Спасибо. До свидания. И теперь надо досмотреть лагерь варваров и сходить в Лоннивуд, во-первых, рассказать мэру Йору. Так, надо с тобой тоже поговорить. Рассказать мэру, что угроза варваров предотвращена, никто на вас нападать не будет. И, соответственно, распродать товары, которые нашли, отдохнуть. Так, кто такой Йор? Я понимаю, что не достоин приветствовать тебя, ибо мы были несправедливы и причинили тебе зло. Я Йор, шамон племени Медведя. Пожалуйста, прими нашу извинения. Спасибо, извинения принимаются. Ты можешь немного полечить меня? Так, а за деньги я не хочу лечиться. Извини, Йорн. Ну, как бы, извинения извинениями, но ты мог бы и бесплатно меня полечить. А что ты знаешь о Вильдене? Вильден был моим другом и двоюродным братом. Он был воистину благороден. Временами горд и упрям, но совсем не так, как эта тварь, что проникла к нам. Как бы я мог поверить, что это мой сородич? Он обманул многих. Почему ты должен был стать исключением? Я кровь от его крови. Я должен был догадаться. Сначала я еще сомневался. Я был так горд, что мои соплеменники наконец-то объединились ради общей цели. Спустя столько лет мы опять были вместе. Гордыня ослепила меня. Выбрали идеальную цель уничтожить десять городов для объединения. Может быть, когда-нибудь вы найдете другую причину для объединения? Если и так, мое сердце будет петь в тот день. Ныне же я могу лишь надеяться, что горы Темпос наполнят моим сновидением славного будущего. А, ты видел, куда бежал друг? Ты видел, куда сбежал дух драконец? Какой бы дух не скрывался в этом теле, это был невыждан. Прости, я больше ничем не могу помочь. Возможно, кто-то из других видел, куда сбежал трус. Ну что ж, прощай, Йорн. Так и, в общем-то, больше не с кем здесь говорить. И поэтому отправляемся в Лонливуд. Как говорил ранее, предадим губернатору города, что Варвара не атакует и закомпим себя новыми товарами. Просто пополним инвентарь. Наши припасы. Так, а сейчас вечер. Давайте отдохнем, потому что сейчас ходили к Вильдену, туда-сюда устали. Нужно отдохнуть, мне кажется. Или трактирщику тому же рассказать, что угроза варваров остановлена. Пусть готовится к повышению цен на Эль пиво, потому что жители явно будут веселиться, праздновать. Или устроить какую-нибудь гулянку, праздник. Киран, мы победили Вильдена. Понятно, с тобой об этом не поговорить. Ну хорошо, мне требуется ночлег. Конечно, королевские кровати, отдых. И идем к губернатору. А ты кто такой? Приветствую и рад встрече, сторонники. Мое имя Варглан. Я скромный писец и ученый из города Ускан. И только сейчас приехал в ваш чудный город по очень важным делам. Не будете ли вы столь любезно снабдить в меня некоторой информацией, которая может помочь мне? И что за информация? Я ищу старого коллегу. Говорят, он переехал сюда в эти края. Думал нагрянуть к нему неожиданно. Сделать ему приятный сюрприз. Ну знаешь, поболтать о старых временах и все такое. Что за коллега, о котором ты говоришь? Его имя Алан Кандер. Я не удивлюсь, если он его поменял. Он всегда был непостоянным типом. Наверняка ты спросишь его, если когда-либо... Наверняка ты вспомнишь его, если когда-либо видел. Худой, темноволосый мужчина. Сорока с лишним лет. Кроме того, довольно приличный маг. Но в Лонливуде нету магов. Ты, должно быть, ошибся городом. Это еще кто? Они лгут. Похоже, у них нет достойного стимула, чтобы говорить правду. Возможно, если бы я прикончил кого-нибудь из них... Этого не потребуется, Альферус. Все их попытки солгать лишь подтверждают мое подозрение, что Лакандер где-то рядом. Найти его лишь вопрос времени. Итак, сегодня я особенно благороден. Так что могу предложить тебе такую сделку. Ты скажешь нам, где находится ваш друг, а я в мой обмен. Пожалуй, я обещаю, что никто в городе не пострадает. Ну, что скажешь? А ты сейчас угрожаешь героям, которые остановили Белхефета, которым предстоит сражаться с какой-то воскресшей богиней-драконецей, которые сражались с великанами, с нежитью еще неизвестно с какими противниками, и вы вдвоем планируете победить эту группу? Мне кажется, Варглан, ты себя переоцениваешь. Да я скорее заключу сделку с демоном Жерла. Знаешь, хватай-ка ты своих шестерок и вали из города, а то я задерну тебе мантию и засуну твой жезл так глубоко, что ты месяц будешь кашлять огненными шарами. Но почему с ними всегда так сложно? Чем сложнее, тем лучше. Так что убьем их. Ну хорошо, избавься от них побыстрее. Алакандарова не может далеко скрываться. Чем раньше мы найдем его, тем раньше мы сможем вырезать сердце предателя и доставить его в великую машину. Да, не пси. Так, кто здесь появился? Стой. Итак, надо во-первых сбить ему заклинание каким-нибудь быстрым магическим снарядом или из лука в него выстрелить. Дальше арбалетчик будет убивать второго мага. Паладинша стопорит наемника. Годвин стопорит другого наемника. Жрица сейчас прочитает какое-нибудь благословение хорошее. Хотя нет, сначала пусть она на себя щит прочитает, потом уже всю остальную магию. Поехали. Отлично, я думаю, заклинание сбил. А теперь можно использовать ускорение и у них не будет никаких шансов. Так, вот этот маг сюда телепортировался, это плохо. Жрицы мои... Так, жрицы мои тоже сбили заклинание. Это сделал наемник воин. Ух-та, как она ранена. Как-то хорошо. Сцеляющее касание. Там дальше, что здесь происходит? У этого наемника серьезные раны. Здесь серьезные раны. Арбалетчик стреляет сюда правильно. У тебя какие раны? Человек в рясе при смерти, это замечательно. Давайте также, опять же, попробую благословение прочитать. Тема уже на ускорении, никаких проблем не будет. Все по-быстрому уничтожаем наемников. Паладинша, паладинша, паладинша. Зачем ты спиной? Плуту повернулась. Больк. Выпил зелье. Вот к плуту это было очень глупо спиной поворачиваться. Теперь быстро разберем. Готов. Готово. И жрица шара остается. Мне сейчас чертовски повезло, потому что если секундное промедление, паладинша могла бы погибнуть. Так, ладно, давайте осмотрим, что за артефакт они мне подарили. Так, это я сразу опознаю. Рыцарский доспех будет. Это какой-нибудь слабенький топор, а вот перчатки интересные. Перчатки, перчатки и рукавицы силы Огра. Описание читать не буду, потому что у меня такие были. Вот кому их отдать? Жрица, сила 18 дробь 2 нуля. Здесь также, тут двадцаточка сила. Велиоту, а у него, у него как раз нет. Ему могут подойти, давайте ему отдадим. Так, собирай перчатки. Далее. Топор плюс 3 усталость, 20% шанс на замедление жертвы. Он пойдет на продажу. И рыцарский доспех плюс 1. Как рюкзак переполнить чем? Ух ты, сколько всего. Ладно, тогда буду скидывать паладинша. Пусть она дострела. Так, дальше. Кольчужная. Почему я называю клепанный доспех кольчужным? Так, смотрим, что это. Клепаная кожа познается заклинанием. Клепанный доспех плюс 4 тени. Класс защиты 3. 30% скрытности. 20% сопротивления рубящим, уколящим. Электричество, но носит только вор и следопыт. Следовательно, идет на продажу. У меня никто не сможет его одеть. Далее, сапоги и скрытности. Сапоги и скрытности, тихий шепот. В давние времена король Ригерт вславился своими шпионами. Они были так искусны, что ни один уголок, ни одно укромное место не могло укрыться от их глаз. Они составляли карты целых замков и городов. В конце концов, один из шпионов предал своих собратьев. Их инструменты разошлись по всему миру. Так что вряд ли кто-либо вновь сможет собрать подобный отряд. Какое-то странное описание. Но они дают, в принципе, 35 скрытности. Опять же, некому одевать у меня. И короткий меч удар в спину. Короткий меч удар в спину – клинок теней. Клинок теней был создан для того, чтобы стать идеальным оружием наемного убийцы. Он высоко ценится среди тех, кто привык сводить щита с помощью меча. Владельцы его, как правило, долго не живут. Это как-то плохо звучит, как рекомендация этого оружия. Так, попадание и урон – плюс 3. Фактор скорости – 0. А в чем его заключается особенность, что он идеальное оружие наемного убийцы? Фактор скорости – 0. Ну да, он первый будет. Носить удары – все. Ну, не знаю. Также пойдет на продажу. Дальше. Кто нам что еще подарил? Собственно, что главный мах оставил? Ух ты, сколько всего. Так, давайте сам опознаем. Это кольцо защиты? Да, я прав. Идет на продажу. Это будет кольцо свободы действия. Да, я прав. Также будет на продажу. Посох. Что за посох? Парализация. Я не люблю такие вещи, которые… Типа посохи, вот карты у меня тут лежат. Я их все равно не использую. Не знаю почему. Ну вот как-то так. Поэтому тоже пойдет на продажу. Мантия нейтрального архимага. Туда же. Дальше. Амулет, амулет. Опознание только через заклинание. Амулет барьера. Этот мощный амулет был создан волшебником Целемоном. Из Калимпорта в 727 году. Он сделал на заказ 10 таких амулетов. Прежде чем завистливые соперники убили его. И попытались повторить процедуру. Коллеги оказались не столь талантливы, как покойный Целемон. И допустили ошибку. В результате которой уничтожили себя, лаборатории и саморецепты изготовления амулетов. Этот конкретный экземпляр принадлежит эльфийскому воину-магу Пеленалу Рейвинду. Рейвинду. Амулет был утерян, когда Пеленал погиб в схватке с великанами на Охребте Мира. Примерно в 840 году. Одновременно накладывает каменную кожу и малую сферу неуязвимости на владельца. Может использовать только мах. Может, но не хочет. Также пойдет на продажу. Дальше. Золотой ремень. Вот такой у меня, по-моему, был. Плюс 3 против рубящего. Да, у меня у всей группы есть ремни. И тут даже никому он не понадобится. Поэтому также идет на продажу. Далее. Еще один наемник. Так вот, мне из всего этого набора нравятся перчатки. Точнее, не то, что нравится, а интригуют. Это будет рыцарский доспех. Плюс 1. Также идет на продажу. Далее. Перчатки. Рукавицы опознаются заклинанием. Посмотрим. Рукавицы оружейного эксперта. Рукавицы оружейного эксперта. Наследие мастеров. Многие начинающие воины жаждут заполучить эти рукавицы. Когда-то они принадлежали королевской семье Торискеля. Торискеля. Содержав в себе часть легендарного мастерства принца, они делают своего владельца мастером обращений с любым оружием. Большинство из прошлых владельцев, однако, плохо кончили. Эти рукавицы даруют опыт, но не мудрость. Попадание. Плюс 1. Урон. Плюс 2. Может использовать кто угодно. И кто этот, кто угодно. Я думаю, это будет Годвин. У него как раз рукавицы оружейного знатока. Это улучшенная версия, так скажем. Поэтому ему отдаем, а его рукавицы получат арбалитчик и рангисертин. Здесь поменяли и тут одели. Далее. Меч. Длинный меч действия плюс 4. Такие мечи... Здесь обычное описание длинного меча. Он дает урон плюс 4. Точнее, зачарованный урон плюс 4. Попадание плюс 4. Класс защиты плюс 1. Вот это хорошо. Сопротивление 15. Рубящему. Это отлично. И дополнительная атака за раунд. Вау. Так, паладинша. Мне прямо вот захотелось тебя снарядить этим клинком. У меня вот одет огненный цепь. Урон у него получается от 5 до 11. И 50% шанс нанести от 2 до 12 единиц огненного урона. Но при этом там дается дополнительная атака за раунд. Увеличивает защиту. Прям шикарный меч. Это если сравнить с Айханином. Здесь про полет дракона рассказывается. Я по-прежнему не понимаю, какое расстояние должно быть. Ну, давайте снарядим паладиншу. Посмотрим, как она будет с этим мечом себя вести. В любом случае, если встретится какой-нибудь тролль или другая тварь, уязвимая только... Точнее, не уязвимая, а которую можно уничтожить с помощью огня или кислоты, можно будет быстро поменять. А так теперь защита минус 17. Далее щит. Очень простой легкий щит для продажи. Так, жрица шар. Что она имела при себе? Церк и, опять же, рыцарский доспех. Нет, это составной доспех. Клад защиты 0. Особенность 3 от метательного. Кому его одеть? Кому его одеть? Так, у меня, у жрицы тут броняк короля зимы. И пусть будет... Паладинша нет. Велет. У тебя так специально одет доспех, чтобы можно было использовать накидку грядущей буре? Скорее всего, так и есть. Значит, отдаем кирану кисертину. А его рыцарский доспех пойдет на продажу. Я его одел. Так, это рыцарский у меня одет. Поменяли. Абсолютно не... Это тоже рыцарский. А где тут? А вот он. А вот он стал такой металлический серебряный. А далее цеп. Быстрый цеп плюс 2. На дополнительная атака за раунд. Но он послабее того же меча, что я обнаружил. Поэтому пойдет на продажу. У меня еще перегруз. И посмотрим, что последний маг принес в дар, так скажем, посмертный. Пару хороших зелий лечения. И опять наручные. Это, скорее всего, будут такие же, как у меня. КЗ-6. Проверяем. Точно. Какая-то слабая мантия. Сопротивление огню 20%. И амулет. Амулет метамагического воздействия. Амулет метамагического воздействия. Усилитель. Известный своим свойством. Всилите магические способности. Амулет метамагического воздействия высоко ценится практикующими магами. Он был создан Элайрдином Мелветом, жившим в звездных горах. Дефакт обязан своим происхождением любви мага к женскому полу. И неплохо помогал ему в этом отношении. Позже другой волшебник, у которого были гораздо менее безобидные намерения, отобрал у него амулет. Но источники сильно разнятся, когда дело касается подробностей этого происшествия. Позволяет запомнить одно заклинание второго уровня. Мне... Такое мне не надо, пожалуй. Да, у меня места для амулетов свободно увелиута, но он при этом читать заклинание не умеет и... Вот жрица посмотрим. Может подойдет. Рюкзак переполнен. Ох уж этот рюкзак. Так, свиток. Это мне точно не потребуется, выбросим. А этот амулет можно передать, но... Так, а для кого он действует? Только для маг, значит пойдет на продажу. Так, давайте отправимся вновь в таверну. После сражения за счет заклинания и ускорения мы устали. Игруппа должна отдохнуть. Кроме того, нужно рассказать Кируну, что за ним охотится. Я невольно подслушал вашу беседу с господами на улице. Я должен выразить вам свою признательность за саботу о моих интересах. Наша маленькая сделка все-таки не предполагала, что вы будете драться за меня. Большое спасибо вам. Ну, можешь мне подарить что-нибудь ценное? Про подарок никакого разговора нет. Ну, ладно, давайте посмотрим, что у него продается. Так, что у него продается? Это я все уже видел. И мне здесь покупать нечего. А, нет, он не все покупает. Ладно, да. Я получил еще опыт 945 тысяч за то, что защитил Кирана от убийцы из Великой Башни. Жрица получает еще один уровень. Жрица получает еще один уровень. Паладинша также получает еще уровень. Вилюти Хенаранбелл наконец-то получает уровень. Пусть владеет дальше Лебардами. Магичка получает уровень. И все. Что у нас по заклинаниям добавилось или нет? Восьмой уровень. Чтобы взять. В эти Чистый Разум возьмем. А на девятом ничего нового не прибавилось. А у Жрицы. Здесь я тогда возьму Щит Антропии, потому что исцеления мне вполне достаточно. И все. Тогда отдыхаем на королевских кроватях. Отлично. Отдохнули. И пойдемте к Губернатору. Расскажем, что победили Вильдена. Никакой угрозы больше нет. Кроме того, можно зайти в Храм Вокен. Хотя нет. Давайте сначала к Губернатору, потом в Храм Вокен. И там продадим все, что можно продать. Будем отправляться налегке. Так, вроде это город, хотел сказать, дом губернатора. Так, а он сидел на втором этаже. Лестница. А что, он лег спать или что это? Это тело. Что тут происходит? Надо в ящик посмотреть. Кто-то появился. Пурвис. 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 Ну, я уже сбежал. Так, давайте проверим, что здесь. Может что-то важное лежит. Нет, тут пусто. Вниз в догонку. В догонку, в погоню. Куда угодно. Опаньки. Пурвис вышел из тени. И где он вышел? Сколько же дверей Такая-то я смотрел Надо все же проверить Так, тут пусто Тело жены И больше ничего Куда он вышел? А может он вышел на улицу из теней? Точно, выходим И зачем он на меня При свете дня так в открытую нападает? Ну что ж, прощай, Пурвис Ты оказался дурачком В куски разрубили Так у него было что-то интересно Как понимаю Итак, зелье Масло скорости Да, масло скорости Дальше немного монеток Опять же этот меч короткий Который идеальный клинок убийцы Кольцо свободы действий Плащ необнаружения И сапожки необнаружения Правильно я все запомнил? Да, тут правильно 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 Я уже могу сам опознавать предметы По их внешнему виду Так, этот меч тяжелый для меня Так, еще что? Что еще я с него подобрал? Ну, кольцо Да, кольцо Свободы действий Так, теперь нужно будет Так, в чем? Замедление у меня Лишнее мантия Хорошо, тоже скинем Давайте сходим Во-первых, к отцу девочки Которая кидала в этого могильщика Шишки И скажем, чтобы он следил за ней внимательно Потому что Мало ли, какой еще Наемный убийца Или кто-то появится Так, где он? Вот Тибольт Дан А, это опять ты? Что тебе нужно на этот раз? Так Прохили Я хотел бы поговорить с тобой О твоих жене и дочери Э? Что с ними? Очевидно, у тебя большие семейные проблемы, Тибольт А ты с головой зарылся в работу Которая не приносит тебе особого дохода А твоя жена и дочь страдают от бедности Иссутствие твоего внимания Так, а это я не читал случайно? Наверное, я читал Или нет? Погодите-ка Я такой диалог не использовал Моя работа и моя семья Не твое дело, Иска Южанка Если ты закончила читать нотацию Убирайся отсюда Здесь не для того, чтобы читать нотацию У меня есть кое-какие интересные предложения Работаешь здесь, на побегушках у Бальдемара Но ведь на нем свет к Ленову не сошелся А? Что ты имеешь в виду? Я говорил со жрецом Уокен Вином и серебряным пальцем Он сказал, что в Таргасе есть для Бочера хорошая работа Таргас? Я никогда раньше не слышал о таком Все караванщики, которые приходят в Лонливуд Говорят сначала с Бальдемаром Тибальдем, не удивительно, что об этом ты ничего не слышал Спасибо, Южанка Ну, что ты не слышал? А вот здесь расположен Я буду делать А храм вот здесь расположен Можно было, конечно, перед отправкой Отправиться к некроманту на остров Или к тому гному-кузнецу вновь Но это очень-очень долго и далеко А в прошлых записях, если честно, я это делал, но сейчас я не горю желанием, правда Итак, давайте посмотрим, что здесь продают Точнее, мы продадим все, что можно Противоядие пусть будет, амулет барьера продаю Меч, маргинштерн продаю Доспех, ремень Барьер клинков тоже пусть уходит Продать далее Арбалет скорости, кольцо святости, рыцарский доспех Погибель ада пусть будет Клепанный доспех тени, сапоги скрытности, клинок Кольцо защиты мантии сопротивлений Так, поющий клинок Айхенен на месте Здесь все продали А тут у меня в сумках может тоже что-то есть Так, это содержимое сумки Давайте тоже продадим Компьё плюс один, булава плюс один, точно не нужны Длинный меч, это тоже длинный меч будет плюс один Двуручный топор даритель жизни Тоже ерунда какая-то Лунный камень, все надо продать Жезл страха Боевой топор плюс один Королевские слезы Кольцо опала, жезл брони Бодяной опал Послание кассеты я оставлю все же Продать, закрыть сумку Теперь вторую сумку смотрим Сколько здесь зелий? Просто тонны А что такое небесный ветер? Ух ты, против элементарий как? Ладно, я это сохраню Сны мертвого бога Я, скорее всего, это когда-то читал Но я не помню, когда я этот клинок подбирал Так, дальше Что здесь можно продать? В принципе, здесь все интересно Кроме всяких непонятных колец Боевой топор тоже плюс один Продаем Юная ярость В каждом попадании Да, я про Берсерка тоже помню читал Продать, закрыть Чешуя, молот Конлана оставлю Минотавра Командира продаю Кольчугу Жизни Жезл Огня Алибарду Щит Еще кольцо защиты Молотые доспехи Усталость продаю Так, тут Сапоги, быстрые цепы Плащ не обнаружения на продажу Символ Лобеласа Символ Лобеласа На ручне защиты Кольцо Свободы Действий Тоже на продажу Ключ Плащ Болты не трож Рыцарский доспех Еще кольцо Щит Еще один доспех Практически 300 тысяч Набрал Из всего Ассортимента Я здесь покупал В прошлый раз Только защитник Уокин Который Дает 10% Сопротивления Магии Два к спасброскам Такие щиты Встречаются в храмах Уокин По всему Фейрону Церковь изготавливает их Для того, чтобы продавать Искателям приключений В обмен на силу Заключенную в щите Владелец должен носить Его не прикрывая В первоначальном виде В противном случае Щит лишается своих чар Таким образом Десятки искателей приключений Бродят по королевствам Неся золотое лицо Уокин на своих руках Его приобрел Только ради спасбросков И сопротивления магии Больше ничего Я здесь и не покупал Этот щит я отдал И отдаю по-прежнему Паладинше Так кому он достался Потому что у нее щит Красного рыцаря Он дает, конечно, на одну единицу За щиты больше Но мне здесь нравятся И спасброски И сопротивление магии Поэтому пусть так будет А этот щит я не знаю Секрет мертвеца На него менять я не хочу Потому что иммунитет К персту смерти Слово силу Умри Также очень круто Да и защита Одна и та же А здесь Щита мне дает Сопротивление Рубящему Колющему Силу И дополнительную защиту Противометательного оружия Поэтому Щит красного рыцаря Будет где-нибудь Лишать Валяться Отдыхать Теперь мы Отправляемся На остров Ледяного змей И там, пожалуй Закончим серию Ходить К некроманту И К ному кузнецу Я, опять же Не буду Потому что Это действительно Снимает очень много Времени И там Толком ничего нет Такого, что я не покупал Сразу Или не осмотрел Внимательно Поэтому Лагерь варваров Идем Говорить с Хеллдредом И оказываемся На острове Все в порядке Корабль готов Отвезти вас На остров Великого змея Вы готовы К отпалить ее? Да, мы готовы Поехали И в общем Мы оказались На этом Острове Остров не такой уж и большой Давайте остановимся Здесь на сегодня А остров будем Осматривать в следующей серии Так, спасибо всем За просмотр Если кому понравилось Ставьте лайки Оставляйте комментарии Подписывайтесь на канал Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok